МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, добрый день, добрый вечер. Не знаю, может быть, доброе утро, если вы нас в записи смотрите. Мы перенимаем с вами эстафету у наших коллег, которые уже ушли отдыхать, конечно же. Продолжается у нас наш чудесный марафон на второй день азиатской квалификации. Заканчивается точно так же, как заканчивался второй день американской квалификации. Переигровками. У нас первых два матча закончились. Результаты, видите, Митраст выиграли у Оранж за 49 минут, и Митраст проиграли у Минески за 43 минуты. Почему я говорю минуты, я думаю, вы уже понимаете, потому что у нас, возможно, ситуация переигровок, и вполне возможно, что мы действительно будем не переигровок, а таймрейтинга, собственно. И, возможно, так оно и случится, но для этого нужно, чтобы Оранж выиграли. Если выигрывают Минески, они занимают третье место, Митраст занимает четвертое, и они завтра сыграют в первом матче сетки. Лузеров, ну вот эта турнирная таблица, уже обновленная с матчами переигровок, в принципе, не обращайте внимания. Арова МВП, завтра матч финала. Винеров, и вот в финале Лузеров сыграет неясно кто. Неясно, и не будет ясно до самого конца. Составы команд на ваших экранах, ну, вы с ними все знакомы. Джейни, Маова, Джесси, Воши, Джилл, против них Шарки, Инсидиус, Шокс, СР и Винтер. Да, ну, на самом деле, мне кажется, что в этой игре будет у нас такая ситуация, что Минески будут терпеть, а Оранжи будут пытаться пушить. Ну, вот мы видим, да, возможно, но опять-таки мы говорим о том, что Оранж проиграли за 49 минут. То есть у них есть огромный запас по времени. В то же время выиграли за 43 минуты Минески. То есть, например, если Оранжи выиграют там за 44 минуты, да, то у них будет рейтинг минус 3. А у Минески за это же в то же время будет плюс 1, то есть уже хуже рейтинг. То есть они проиграют дольше, чем выигрывали они. Ну, я поэтому и говорю, что Минески, по идее, должны терпеть. Если они вообще настроятся на то, что они будут терпеть, а не на то, что давайте, ребят, мы победим сейчас с любой ценой, то нас ожидает как раз вот такая долгая, затяжная дота с малым количеством файтов. И... Ну, посмотрим. Тут опять-таки всегда, абсолютно всегда, когда получается ситуация с таймрейтингом, я всегда говорю, что в первую очередь надо забыть про таймрейтинг. Потому что если команда думает про таймрейтинг, сразу дело идет не так. А здесь, как только лобби было осознанно, первый вопрос, который задали Оранж, это что такое таймрейтинг, как он правильно считается, расскажите, пожалуйста, и так далее, и так далее. И админы там объясняли. Ну, мы можем вам объяснить, опять-таки, то есть у нас будет три команды, если они один-один-один будут иметь, то будет простая формула. Берется время вашего поражения, то есть вот на примере Мид Траст, объясним. Выиграли они за 49 минут, проиграли за 44. Берется 44, то есть время их поражения, и отнимается время победы. 49. То есть результат у них минус 5. Это результат плохой, ну, потому что они выиграли дольше, чем они проиграли. Ну, вообще-то 5 просто, не минус 5, а просто... Не-не, берется время поражения минус время победы. Получается минус 5, и вот чем выше эта цифра, тем ты выше в турнирной таблице. То есть поражение минус победа. И вот получается, что лучше побыстрее выиграть и помедленнее проиграть. Тогда у тебя эта цифра будет больше. И вот у Мид Траст она сейчас не самая хорошая, скажем так, минус 5. Ну, опять-таки, были у меня в моей, там, скажем так, истории, ситуации, например, на одном из асов, который я судил, когда у нас таймрейтинг решился 20 секундами между тремя командами. Это был просто трэш у Гарри Сатамия, когда действительно 20 секунд решила вопрос. Нет, я помню еще и на Старладере втором, когда ребята из Эмпайр вылетели только потому, что они очень рано написали ГГ в матч против М5. И М5 там, я помню просто игру М5 на сцене, когда они дарарам проиграют и просто всем составом бегут смотреть, как там Эмпайр против Нави. Там Эмпайр потом очень сильно жалели о том, что они где-то на 19 или на 20 минуте написали Гудгейм. Ну вот то, о чем я и говорил, пушащий пик от Оранжи, Банша, Шаду, Шаман, Кентавр, все... Да, да, Оранжи все-таки решается сыграть вот так, хотя по турниру они так не играли, по крайней мере, я не помню ни одной катки, где бы они брали Death Profit, вот, то, что ее, наверное, не было. Юзали ли они вообще Death Profit Оранжи, вот, можно нам статистику показать, было бы неплохо. Да, на этом турнире желательно, потому что, ну, по карьере, так сказать, этой команды наверняка ее зали. Да, ну, кто его знает в этом году, то есть герой такой, ну, Мирана от Минески, а Мирана Шаду Демон Тренд Протектор пока не заморачивается по поводу аутпуша какого-то, не знаю, они пока берут стандартных героев, пока мы видим, уже готова Супер Трипла, это Шаду Демон Подмай Тренд Протектор, то есть тут, тут хоть бери в сложную, беги и просто убивай. Агрессию, да, будут пытаться ловить ребята из Оранжи, во время пуша зачастую совершается куча мелких, но решающих ошибок, то есть какой-то там загул Расты, там, или Death Profit, которая бьет там Тауэр и не замечает, что в нее влетает Таруу сбоку. Ну, то есть очень много таких факторов. Мы знаем, что вот показывают, 6 из 7 матчей эта связка в этом году выиграла, Трипла. Подма с деревом винрейт 74% вообще при 35 играх. Ну и Чен, Death Profit это по турниру, это по целому турниру мы видим, что 6 раз был пикнут и 5 побед у Death Profit, и 3, по-моему, или 4, 3 раза точно брали ребята из MVP Phoenix, может, даже 4. А вот Death Profit у Orange, можно ли глянуть такую статистику? Сколько брали Death Profit Orange? Ну, я имею в виду вообще, например, в году или как, ну, не знаю, есть ли у нас такая стата или нету. Нам показали, что 0. А, 0? Ну, да. А, значит, я не увидел. Ну, 0. Не, вот, показал напрямую, что 0. Ну, на самом деле, вот это сравнение Подма с Тренд Протектор, я не знаю, насколько это объективно, именно сравнивать Подму с Тренд Протектором. Ну, да. Не, в смысле сравнивать? Ну, точнее, вот, да-да-да. Не, просто я имею в виду, если вспоминать американскую квалификацию, у нас Подма и Тренд Протектор были в каждой игре. Да, но это... В матчах и на линии. На линиях не так часто, потому что Подма иногда... В мид ходит. Да, ходит в мид, иногда идет на оффлейн. То есть, объективно сложно сказать. Ну, то есть, можно сравнивать связки, вот, конкретный, вот, тот же Shadow Demon Подма. Это, там, интересная статистика, это потому что они чаще всего взаимодействуют. Тренд Протектор Подма, они чаще всего, они часто бывают в одном пике, но это не значит, что их взаимодействие какое-то колоссальное. Ну, да, да, тут ты прав. Это не Шедо Кунка, не Бейн, ой, и не Бейн Подма, да. Вайпер опять забирает себе Минески, точно так же, как они его взяли в матче против Митраста. Ну, и остается вопрос. Ну, вопросов, кстати, даже много, потому что, теоретически, теоретически, если сюда сейчас доберется еще какой-то герой, например, Алхимик, который будет бросать тучку перед Таурами, я не понимаю, как Минески будет отбиваться от пуши. К сожалению, тут очень сложно с нынешним лайнапом у Минески найти применение Алхимику, потому что я расскажу, если Алхимик, допустим... Не-не, я имею в виду Алхимик Оранжем. А, Оранжем, все, тогда вопросов нет. Ну, по Алхимик Оранжем, так, Дэс Профит у нас идет в мид, Кентавр сложную, Раста плюс один на легкую, Чен в лес. В целом... Ну, можно что угодно брать, но желательно что-то такое, что бьет товара хорошо. И убивает пачки крипов быстро. Или с возможностью быстрого врыва куда-то на хайграунд. Ну, хотя есть ульт Кентавра, то есть, в принципе, это не надо. Ну, давай, что бы ты пикнул на месте Винтера сейчас? На месте Винтера мне нужно видеть всех героев, чтобы знать... 10 секунд в миде. Слардар, нет, Слардар, ну, Слардар прикольный, конечно. Слардар точно, нет? Может быть, какой-то Дум, может... А, Дум в бане. Вивер тоже. Клинкс есть, кстати, неплохо. Клинкс, кстати, хорош был бы. Неплохо его уже Иисус показал, кстати, в той же связке с Баншой, на самом деле, вот, против Оранжей. Он сыграл, так что... почему бы и нет? Кто еще у нас есть? Морфила есть, Морфила... Ну, Морф нет, Морфу нужно время, Морф товара... Есть Фурион, на всякий случай. Ну, куда его, ставить с разной на линию? Дез Профит идет в легкую, а Фурион идет в мид. То есть, если... Вань, я понимаю, что 12-й час эфира... Не-не-не-не. Но это слишком жесткая наркомания. Не, подожди, Фурион в мид, это, на самом деле, не... Это не из пабов, там, примеры, это действительно команды те же Ликвиды используют активно Фуриона в миде. Еще как с Сеной, тоже из американской квалификации, ребята, с Никеникс Ассасинс используют Фуриона в мид очень часто. И в целом, это... Джаггернаут. Шикарный пик. Просто шикарный пик. Я думал насчет Лундруида еще, на самом деле. Но Джаггернаут, да, действительно, он хорошо впишется со своим варном. Ну вот, я сегодня комментировал одну игру с Джаггернаутом, играли Arrow, и они там не очень хорошо его реализовали, проиграли. Но здесь Джаггернаут и его вард вписываются настолько круто. Да, учитывая, что вард очень мобилен после одного из последних обновлений доты. То есть имеет он там МС где-то 450 или что-то такое, в отличие от 350 стандартных. Будет очень разводной, так сказать, вард. Могут они его отводить. Там какой-то герой от Менески пойдет его бить. Ну, потому что как же не убить вард хилищийся и попадется. Ну и разор удивительно для меня. Я вообще не понимаю пик Менески, если честно. Если этот разор будет через макшенный плазмофилд. Ну, тогда, может быть, он имеет смысл, этот разор, через макшенный плазмофилд. Ну, а так, типа, и что? Ну, крипован на себя сагрит, например, плазмофилдом. На самом деле, я могу сказать так. У нас вырисовываются две такие в потенциале хорошие связки героев у Менески. Это Shadow Demon Patma и Viper с разором. Ну вот. Единственный план, который Менески... Да, это да. Что я вижу, это просто пойти в сложную триплой. Трипла... У Менески. Или нет? Так, вот этот вот худ Касперовский мне не нравится. Я его поменяю. Интернашеновский. Да, вот мне он не нравится. Я поставлю лучше дефолт. Взял просто и на турнире валу и сказал, что тебе не нравится... Ну, мне не нравится худ Валу. Мне не нравится. Еще мне не нравится вот эта вот настройка. Я всему интернету показываю. Минимап, Hero, Сайз, 870. Вольво. Худ мне не нравится. Ну, все. Мне не нравится. Мне нравится только худ Шакбарка. Ждите новость завтра. Вилат не едет на интернеш. Да. Что худ отстой. Так, ну что же, у нас расходится по линиям. И смотри, Чен, по-моему, хочет пойти во вражеский лес. Окупировать его. И на самом деле я не уверен, что этого ждут Менески. То есть Раста вместе с Кентавром и Ченом. То есть это может быть очень прикольная трепла. Так у нас пытаются поймать Кентавру, но... Кстати, они его сейчас убьют здесь. О, стрела принятает мимо. Ну и разор-то как больно. На самом деле, если бы Кентавр просто бежал, он бы получил намного меньше дэмэджа. Замедление не такое сильное у Вайпера. И просто в какой-то момент он бы оторвался. Но решил он развернуться. У него высосали еще побольше дэмэджа. 56 минус 56. Прикольно. Да. Очень много у него было дэмэджа. Невероятное количество. Да, но успеет еще и Винтерс бегать домой. Все равно ему на сложной против треплы делать нечего. Думает он... Но думает он неверно. Потому что стоять ему придется против этого Разора. И этот Разор будет ему очень немил. Разор. Так, ну Разор... Ну, кстати, клинки пошел бить Кентавра. Все, Кентавр крипам не подходит. А у Разора тапок. Да, Кентавру нечего делать против Разора. Действительно, ему даже не поможет его пассивка. Если он будет ее там пытаться прокачать или даже замаксить. Она ему действительно не помогает вообще никак. А Разор будет чувствовать себя шоколадно. Смотри, у нас в миде может быть Смоу Ганг. Да, и тут, если слишком далеко зайдет сейчас Сэра на Профетке, скорее всего, его убьют. Да, вот выходит на него. Отличный выход. Дерево сейчас даст Лич Сид. Тут же у нас Вайпер. Вот он Лич Сид. Проблемы огромные Сэры. И Минески делают Фурс Блад. Все очень просто. Не изобретая велосипед. На первом левеле вышли в Смаке, загангали и все отлично. Удивительно, что Банша не побоялась. Точнее, удивительно, опрометчиво поступила Банша в этом моменте. Потому что... Ну да, как-то он... Ты не видишь, ты не видишь трикул, не видишь саппортов, да. Инфа по-любому должна была проскочить, мол, ребят, у нас тут три соло-линии и нет саппортов. Вряд ли Shadow Demon с тренд протектором на первом левеле идут фармить лес. Это... Ну это фактически невозможно. Импосибру. И еще один Смак. Импосибру? Да. Вот, ребят, из Минески. Ну, какая квалификация, такие слабые. Ну да, 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 согласен. Импосибру. И что? Попытка номер два? Ну, смотри уже. Вот. Вот теперь он уже понял. Этот товарищ СР на своих ошибках учится. Сказали ему так. У нас по-прежнему нет саппортов. Он такой, все, все, понял. Да, я действительно спрятался за Тавром. И вот только вот, когда подушечку зашли крипы. Нет, не спалит. Он Смоук. Ребята, кстати, еще тут могут напасть довольно неплохо на Джигернаута. Но Джигернаута убить будет невозможно фактически. Потому что... Сами ребята из Оранжи теперь поражали Смоук. Хотят убить Вайпера. И это тоже может получиться. Ну, это 100% получится, если Вайпер подставится. Если хотя бы он будет вот ниже этой линии. Ватерлиния. Давай. Ну, вот Вайпер тоже понимает, что что-то тут не так. Понимает команды прекрасно, что происходит. Никто не хочет умирать. Так, ФБ. А глупое у нас получилось. И второй такой фраг отдавать никто не хочет. А у Разора тем временем 11-1 с Крипстат. Ну, вот выбегают нас Шарки. Говорит, короче, я Шарки, я побежал. Мне абсолютно, да. Все равно. Да, мне абсолютно. У Кентавра у нас Крипстат 1-1. И вот он Разор, вот он второй Стэтик Линк. И Разора... Плюс 28, да. 61-28. Но тут, снимая шляпу, тут даже покруче, чем Манчер Смэш. Да, без вариантов, да. Да, ну... Причем еще немножко подержит. Там будет просто 61-61. А вот, кстати, Тайтхантер против Кентавра тоже очень хорошо стоит. Могли бы его взять. Минески, он в замесе потом... Разор, как мы видим, получается неплохий. Разор, опять-таки, плазмофилд. Да, но в макро задумка какая. Так, Са-3, сюда прилетает ТП. ШД очень своевременно нападает на Разора. Есть одно ТП. Сейчас должны разворачиваться. Как хорошо играть сейчас Шиду Демон, но... Надо было закрывать противника однозначно. Надо было закрывать Расту. Лучше закрывать Кентавра, потому что Кентавр подбегал лучше. Почти был вплотную к Разору. А Раст 2-го левела сетка точно не убивает Разора. Так, ты смотри, дерево куда-то побежало сейчас. Дерево семечка у нас в Расту. И Шиду Демон здесь оказывается... Точнее, дерево откажется отрезанным. Сейчас будет стан от Кентавра. Стан от 2-го Кентавра. И до свидания, Трин Протектор. Разор должен зарабатывать как минимум 1 фраг. Может быть 2. Еще и под Солкетчером. Боже, какой демэдж вписывается сейчас по Чену. И можно забирать еще... Стопить, 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 стопить. Жил до конца. И еще 2 выстрела надо сделать. Сейчас стан откатился от Кентавра. Я смотрю, если бы на самом деле Разор не дал Плазмофилд. И сделал бы шаг вместо этого влево. То он бы не попал под стан. И можно было, наверное, забирать Кентавра. Ну, на самом деле, очень хорошо сыграли тут ребята из Орджи. Ну и отмечаем, что у Разора уже полторы тысячи денег. У Разора 1.0.19.14.155 левел. У него все просто фантастически, сейчас для него. А в то же время, как Чен набегался, Чен левел 3. Раз-то набегалось тоже левел 3. По тапку у них. То есть, начало с Кентавра для саппортов Орджи не самое хорошее. Так вот, я продолжу мысль. Ну нет, наверху не было ганга. Так, задумка в макроигре на Разора какая? То есть, Тайдхантер, это понятно. Это замес 5 на 5. Это очень хорошая инициация. В том же пуше. Очень можно хорошо запрыгнуть, если ты рашишь себе быстрый даггер. Или там, выхиливать своих героев меккой. То есть, такое, что какая задумка на Разора, разве что он будет плазмофилдом переманивать к себе крипов от Тауров, я не вижу. Ну, собрать агоним и поехали драться. И поехали сами в ответочку пушить. Да, чего бы и нет. Возможно, правда, герои у Менески совсем не пушащие. Ну, вообще, то есть... Такое. Мы видим, что летит Разору просто Drum of Endurance. Вот так вот. А в это время на топе забирают ребята из Оранжей Тауру. По крайней мере, пытаются это сделать и, скорее всего, у них получится. Ну, тут Патман пытается отбиваться. Прилетел Вайпер и уже неизвестно, получится ли стрела Шарки. Шарки просто идёт курить в самолёте и получает стрелу. Да, Шарки, да, действительно идёт курить в самолёте. Погибает Шарки. Тут Вайпер, правда, может погибнуть. Отличная игра от Чена. Нет, Чен очень хорошо отыгрывает и внизу, когда он там на Кентавре законтролил. То есть, действительно, товарищ у нас с очень сложно произносимым ником. Инсидиус. Инсидиус. Я полутра сегодня учился выговаривать этот ник. Инсидиус Си. Инсидиус Си. Короче, вы поняли. Я буду называть его Чен. В общем, Чен сыграл очень хорошо. Мне очень понравилось. Согласен, согласен. Чен неплох. Видно, что задрот. Лютый, лютый. По крайней мере, и азиатский задрот. То есть, насколько это вообще можно считать задротцем. Ну, да. Ну, для них это такое. Это даже не задротство. Это что-то такое себе. Ну, что же. Подуспокоилась у нас немножечко игра. Тренд пошёл делать спауны. Я так понимаю, пульт или нет. Он пойдёт обратно. А вот тут внизу, в смоуганге. Но он пока не знает, что он будет делать. И хорошо, что он не знает, что он будет делать. Потому что, если бы он остался здесь, его бы, наверное, приговорили. Но, минимум, он не остался. Правильно делают оранжи. Хотят забрать быстренько Разора и забрать следом Тауру. То есть, если это у Профетки. Кентавр-то ещё такой. Мог бы на себя этого Разора выманить. Но в итоге раз-то. Вот они. Вот она, сеточка. Ну и до свидания, Разор. Хотя. Хотя. Ливингармор живёт Разор. И ганг вчетвером провалился. Надо было Расти выйти чуточку попозже. Подпустить хотя бы Кентавра Ченовского поближе. Потому что он подошёл слишком поздно. Ну, насчёт Кентавра Варраннера. Вообще промолчут. Так и ушёл у нас Разор с ТП просто на базу. И не могут его уже найти Оранжи. Ну и заберут Тауру. Вот тут уже Тауру дефит никто не планирует. Ну вот он первый Тауру пал. Мне нравится, что опять-таки Оранжи не акцентирует особо своё внимание на том, что надо вот срочно идти сейчас и забирать Тауру. Что они забирают эти Тауру, ну, собственно, ситуативно. То есть они находят там героя. И вот раз уже героя нашли, разгонганули, давайте заберём Тауру. И так далее. То есть нет какого-то такого там. У всё, опыта, и собрались, пошли и так далее. Я вот Мекку сейчас куплю. Но Мекку, понятное дело, должен покупать Чен. На шестой левел нужен Расти. Седьмой левел Джигерна, второй Вард мы видим. Ну и Банша, тоже седьмой левел. Кентавр, левел 5 ультимейт, очень нужен Кентавра. Да, Кентавр пока полностью беспомощен в этой игре. Ничего он абсолютно не может сделать, но со временем, конечно же, это изменится. Я думаю, он сейчас вот начнёт, он уже начал ходить с Ченом. Скоро он присоединится ещё и Красти, и будут устраивать какие-либо вылазки. Игрища, игрища. Ну что, вот Кентавр на топ прилетел. Тут рядом Джигерна, на которого была попытка... Совершена была попытка покушения, или как не знаю, покушения на убийство, как нам правильно говорится. Под Майн Виз. Под Майн Виз, Разор вбегает. Ну и Винтер. Винтер, как всегда, остаётся здесь не в том месте, не в то время. Ну вот она, Патма. Да, Винтер совсем не шарит. Бедный Винтер. Отличная стрела от Патмы. На самом деле у меня прогрузилось то, что он попал по крипу. На самом деле он действительно попал по Кентавру. Поэтому... Всем в итоге хорошо, да. Всем в итоге хорошо, и Тавр упал. А в Миду ребята из Оранжи собираются пушить второй Тавр. И у них это с двумя крипами и ультой Банши, я думаю, получится. К тому же, там он ещё более половины времени экзорцизма ещё есть. Да, Тавр точно падает. Пытался его задонать Вайпер. Но, конечно, не получилось. И проблемы могут быть у нас, у Разора. Не хватило. А почему не развернулся сейчас Разор? Почему он не развернулся и не вцепился в Джиггернаута с тетиклинком? Я думаю, там ХП ещё оставалось у Разора достаточно. 220 ХП. Он должен был это сделать. У Джиггернаута не было возможности как-то убежать. Разор бы на фейзах догонял. У меня больше вопросы к команде Оранжи. Почему не поддержал тот же Тролль? Не поддержал Кентавр? То есть, какой-то миссиндерстендинг происходит сейчас у ребят из Оранжи. Может, они слишком нервничают, всё же хотят в плей-офф, а не попасть. Ну да, сейчас для команды Оранжи, для команды, которая, на минуточку, топ-3 Интернешнала. Ну, давай вот... Неважно, тег. Тег, тег, топ-3 Интернешнала. Ни одного игрока из того состава нету сейчас. Да, но в любом случае, всё-таки Оранжи были в прошлом году, в финале Лузеров. Вы помните, тут невероятный матч, тут заденайный Аэгги с товарищем Куху. Так далее. И они сейчас могут оказаться за бортом Интернешнала, просто даже не дойдя до плей-офф азиатской квалификации. А это, вы понимаете, это пятое место. Ты помнишь, кто занял пятое место в прошлом году в азиатской квалификации? Да-ка. В азиатской квалификации. А, в азиатской квалификации пятое место? Окей, кто занял третье место в азиатской квалификации? Я не помню, кто занял... Вообще... Вот, а кто занял первое место в азиатской квалификации? А второе? Ну, Ратул Снэй. Ну вот, видишь, первые, вторые места все помнят. А кто дальше? Это болото. Всё, забыли через неделю. Так, через неделю, через день. Мы завтра уже позабываем, кто занял пятый... Так, это был тест, я понял, я понял. Да, это был серьёзный тест прям. Всё, я не прошёл его. Ну, вообще, да, ты, конечно, прав, но я никогда не расцениваю команды, которые едут на интернешнл. Как можно расценивать команду по тегу? Ну, вот, у оранжи. Я могу сказать так, вот тут играет игрок топ-16 интернешнл, и игрок топ- не поехал на интернешнл. Ну, ты знаешь, это опять-таки спорный вопрос. Вот, все киберспорт, да и простой спорт... Нет, ну, конечно, да, организации, конечно, хотят расценивать, что вот наша организация топ-3. Нет, и я бы тоже, наверное, хотел, чтобы расценивать видео, ой, какая атака! Слушай, как же это страшно выглядит, когда эта гапша подальтом кентавров бегает, просто на тебя. Я думаю, вайперу тоже было очень страшно. Так вот, я тоже, оно, конечно же, ну как ни крути, вот, ну поменяли на ави состав, это всё равно на и поменяет ещё на ави состав. Всё равно они будут восприниматься, как вот та команда, и всё равно там будут какие-то там достижения и так далее. Ну, что вот даже в компендиуме не написано, что Титан там топ-3 интернешнл, потому что они не топ-3 интернешнл, да? Вообще, да, ну... А как насчёт дареров-дарерочков болгарского состава? Ну... Тоже воспринимаются как Арцел, Габлак и компания? Ну и некоторые воспринимались, некоторые их так и воспринимали, недолго, правда, но воспринимали. Не знаю, что это за люди. То есть, я считаю, что это личная проблема, собственно, владельцев команд. И если человек стоит за свой тег, если он хочет, чтобы свой тег был, вот, держался на уровне, и... Ну, тогда он будет, собственно, подбирать хороший состав. Кентавр не думал, что его видит, но его видят. Высосли у него трилляр дэмэджа. Стрела залетает, хорошая стрела у нас в Джаггернау. Тут Джаггернау пытается ещё здесь как-то убежать, но просто избивает его Розору, у которого невероятное количество дэмэджа. У него 220 дэмэджа. Ну, и тут мы понимаем, что Джей сделал даблкил. Чё, выклик, опять Кентавр стан по двоим. Да ладно, Шарки! Этот Шарки... Голкипер у нас, Шарки. Да. Не, ну это фантастика, действительно, Шарки здесь просто как, я не знаю кто. Но ещё и ультимейт включил Розор, троих убили, и Розора этого мало. Они пойдут ещё эти два Тавра забирать. Понимаешь, что сейчас толком ничего не могут сделать Оранжи. Вот он, кстати, клинк Джаггернаута. И Джаггернаут сейчас... Подходит ещё ближе к Розору, давай побольше дэмэджа высоси, мне ж не нужно. Да, и сейчас опять стрела попадают по Кентавру, и уже под Т3. Вот, хорошо сделали им несколько, поняли, что они немножечко загнались слишком далеко. Они вышли и грамотно отошли. Но были бы это на Ви, сейчас бы умерли 4 человека на базе врага. То есть, ну я имею в виду команды как на Ви, да, которые на кураже, типа, ааа, давай, поехали сюда, кто-то вот здесь умирает, кто-то вот здесь. А потом где поддержка? А, мы все в таверне. Да, два человека уже нижнюю линию фармят, а кто-то там под Т4 умирает. А Оранжи только что очень серьёзно обломали. Они выбежали на Лайпера и убили его, да, но после этого получили серьёзный отпор. 4 тысячи галды ведут Менески, 4 тысячи экспы ведут Менески. И Оранжи сейчас вот, ну с таким Кентавром, вы меня, конечно, извините, тут им ничего не светит. В то время, когда Уразора огоним через 2 тысячи. Да, и сейчас всё идёт к тому, что Менески сказали, так, надо быстро выиграть. Хорошо, давайте быстро выиграть. Не, ну Менески вообще пофиг. Я, знаешь, тебе пофиг, но... Вы там про таймрейтинг что-то там думаете? Давайте побыстрее. Мы не будем сейчас устраивать головоломку админом, валовой и так далее, объяснять, как считается таймрейтинг. Мы просто победим, да и... Как на американской квале, чтобы всё было просто. Админом бы головоломку можно было устроить, на самом деле. Да, да, да. Но это совсем другая история, это не касается... Мы вам не расскажем эту историю. Может быть, когда-то. Когда Вилат напьётся. Да, в прямом эфире. Это было давно. Это было давно. Не, в прямом эфире напиваться у меня такого никогда не было. Ладно, ладно. Я сюда приходил уже... Раньше. Да, ещё и пить во время эфира, мы же не Гуд Студио всё-таки. Ну да, да. Ну что, трансменты 2 на Т1 сейчас пойдёт. И тут ещё вопрос, кто быстрее Тавр-то убьёт. Не, ну быстрее-то убьют ребята из Оранжи. У них всё же пуш-потенциал намного сильнее, чем у ребят из Менески. Плюс ещё Глиф проживают Оранжи. Но Дэфить... Как они планируют? Зачем вот этот Глиф юзать? А, они хотят забрать 2 Таура сразу на топе. И да, это может сработать. Да, это действительно сработает. Поставили ворды. Сберут они 2 вышки. Остаётся всего 2 внешних Тавра у ребят из Менески. И ТП-шатся вниз, и как читают Менески. Менески просто идут. Идут сейчас, встретят какую-нибудь Баншу. Вот, на Баншу находят. Нет, Баншу пока. Не, находят и... Ну, Тавр давай заберём, лол. Лил. Так. А, Джаггернаут. А Джаггернаут только что ТП-шился. У него ничего нет. Он сейчас раскастует свою ульту. Он даже её не кастует. И отправляется в таверну у нас товарища Схокс. Да, и он ещё и дарит Разору 200 дэмэджа, чтобы Разор удобнее Тавра было бить. Да, ну и в итоге... Ну, Тавр тут не будут бить Менески. Пока не хотят. Почему бы и нет? Разор хочет, по-моему. Ну да, дерево хилит. Почему бы и нет, действительно. Разору вообще пофиг. Тавр падает, всё хорошо. В это время на топе подфармливают крипов. Скоро у него монта появится. Всё вообще отлично. Так что Уразор с Аганимом там, подожди... Сейчас появится. Он уже есть. Да, вот он уже летит. Оранжи сыпятся. Сыпятся очень сильно. После вчерашнего дня, достаточно неплохого начала, они как-то сегодня проиграли... Да, сегодня я вот комментировал, по-моему, две игры и очень неуверенно. Вот они опять-таки... Ну, как они могли проиграть тот последний матч, который абсолютно не нужен был ребятам из First Departure? Ну, я не знаю, как. Ну, это, конечно, тоже... Тут стоит отдать респект, выразить команды First Departure. То есть коллектив, которому ничего не надо, просто собирается и устраивает нам интересную такую дискотеку. Ну, да, это, конечно, очень неплохо. Ну, в принципе, я уже говорил на аналитике, я буду рад, если Оранжи не... Так, у нас там кого-то цепляют. Ну, Трашана цепляют. Я буду очень рад, если не поедут, не отправятся в плей-офф ребята из Оранжи, потому что в Китае они себе уже показали. Отлично, кстати, показали. Ты зря их обидел, они трижды сыграли в ничью, так что... Замечательный перформанс с этой командой. Так, Кентавер прыгает Разор. Разор здесь с ультимейтом. Разор обухиливает Разор. Какой демедж от ульта Разора там летает. Уже одного Разор убил. Разор по-прежнему жив. Разор по-прежнему жив. Разор по-прежнему жив. Ну, наконец-то, его добили. Ну, и один в один разменный. Кстати, можно забрать дерево. Дерево тоже добили. Shadow Demon едва живой. Но Shadow Demon тут продолжает настакивать... Shadow Paisons! Взрывай! Взрывай! Красавчик. Винтер сделал трипл-кил каким-то образом. Вайпер, кстати, тоже погибнет. Сушей. А тут-то минус пять. Отвратительный контроль от команды Минески. Просто стоит Патма и стоит Вайпер. Пол-ХП у Банши, пол-ХП у Джиггернаута. Один бьет одного, другой бьет другого. Продолжается это на протяжении 10 секунд. И что вообще? Почему Разор стоит в первом ряду в драке? Я не знаю, какой-то абсолютно идиотский мув, что Разор вот всю игру здесь сейвили. Отличная игра, я могу сказать, от товарища Сэра. Потому что он дал Сайленс просто по пятерым героям. Не успел сразу за-овергрозить Тренд Протектор. И действительно, я считаю, этот мув Банши выиграл замес. Несмотря на то, что всего три секунды действует этот Сайленс. Сейчас позиции игроков команды Оранж были немного изменены. Поэтому под овергроз попало не пять героев, а два героя. То есть за счет этого и за счет того, что Разора сбрил просто в первые секунды, все и удалось. Разора все же мейн ДПС сейчас команды Минески. Да, и хп у него хватает, но мы видим, что маловато. Ну что он делает просто в первых рядах? Это непонятно. У него распрыгался. Причем он находился не только в первых рядах. Он вообще первый зашел на Рошана и получил там четыре из пяти прыжков в Джиггернаут. Или сколько там у Джиггернаута прыжков? Шесть скачков. Четыре он получил в лицо, потому что команда просто не была рядом. Это какой-то бред. Ну нельзя так ошибаться. Но мы видим, что сейчас Джей начинает собирать БКБ по деньгам практически три, даже больше чем три тысячи отыграли. По хп с шести с половиной тысяч на тысячу пять тысяч хп отыграли. И Оранж сейчас понимает, что вот он, вот он шанс, вот он шанс. Время идет. Двадцатая минута, но сейчас им дали просто феноменальный шанс. Ветра появляется у Банши, Вангвард, Даггер. Сразу же Кентавр из, извините, бомжа превращается в героя, который неплохо-то запакован. Из Гелезни в Князь. Да. Вот из такого голого Кентавра в одетого Кентавра он сейчас. Посмотри, и Разор опять первый бежит. Ну, Разор красавчик. И тут стоит СН-3. Так. Опа, на Разоро, и до свидания. Боже-боже, Минески. Минески, Хек, здесь Джейваша прячет ШД. Ну, Джейваш сейчас будет липаться, да. Не загоняться Оранжем, сейчас просто забирать Тауэр и отойти, да, как завещал товарищ. Что это? Это что? Это Шарки. Шарки погибает, но Хексанул он Вайпера. Вайпера можно убить. У Джаггернаута, ну, вот, вот, вот что, Винтер сейчас умрет, что ли? Нет, есть, есть Хелла Чина. Хелла, Хелла Чина. Хелла Чина. Но все равно не спасает Хелла Чина Винтера, и Винтер отправляется в таверну. Раскручивается. Но еще Джульт от Аггера, я не знаю, как сказать правильно. Ой-ой-ой, какой тут поймал! Боже, это Патма, это самый везучий, по-моему, игрок этого турнира. Если он еще и квалификации заберет, то это просто будет... Джесси Вош, запоминаем его. Джесси Вош. Да. Джесси Пинкман. Ну, и Линкинг Сфера у Патмы. Линкинг Сфера появляется у Патмы, 13-10. Все отлично начиналось для Оранж, в итоге закончилось все не очень хорошо, потому что они немножечко так поумирали. И качели у нас туда-сюда. Но качели давят не на Минески. Вот эти качели давят на команду Оранж, потому что у них, напомню, на данный момент нету ни одной победы. Феноменальная только что стрела была от Патмы, я не знаю, смотрел ли ты за ней. Она вот здесь и стояла, видишь, мини-карту. Вот здесь и стояла, и дала стрелу вот сюда вот. Так, ну хорошо. В ancient-то так. Самолюбие задело этого, точнее, этого голема. А это, подожди, я... Патма тоже решила, я, короче, во всех стрелах попадаю, сейчас дам, и попаду вот в дырочку между двумя ancient-ами. И в итоге, таким образом, она сказала, голем, ты слишком большой. Подвинься. Давай ты что-то с собой сделаешь, как бы, стоишь все время там на споте, ты, может, в зал сходишь хоть разочек, и... Все, все Патма сделала правильно. Да-да, все нормально. Если же ты подвинься. Да, ну что же, у нас пойдут сейчас забирать Т2 внизу ребята из Минески, будут уже планируют, или не планируют дефить, ну, вроде, на топе сейчас. Да, вот, кстати, ультразора, да, и вот тавер начинает получать дэмэдж, довольно сильный. Вот если бы разор рефрешер собрал бы, я был бы, я был бы, честно, в восторге. Ой-ой-ой-ой-ой, там опять Иосер ловит, 5-секундочку. Разор присосался, но ненадолго кентавр врывается. Кентавр ворвался на этот раз не на того, на кого врывался обычно, но мы видим вайпер. Вайпер, умирает вайпер, едва живой, но все-таки умирает. Разор, разор тоже сейчас может погибнуть. Разор пока жив, разор тоже погибает, и в итоге, в итоге что? Шедоу Демон сделает ТП-аут, да, Шедоу Демон успел сделать ТП-аут, а вот дерево, наверное, здесь ТП-аут не светит. Слышу ли я Овнич? Нет, Овнич я не слышу, но уже он где-то, уже он где-то там, этот Овнич, и что можно сказать? Ну, опять же, Гернауту повезло очень на ульту, точнее, повезло на то, что Минески не хотят стоять в пятером, дает, он потрясающий рассказ, просто почти все опять баунсы прошли по Разору, закрыл там чудом Шедоу Демон, не закрыл бы, просто умер бы сразу Разор. Ну и, конечно, хороший овергроус очень был от Трента, он по четверым прокастовал свой ульт, но суть в том, что в это время Гернаут как раз обходил Разора сбоку и прыгнул на него, плюс Разор очень быстро разорвал свой статиклинг, поэтому дэмджа у него фактически не было, и как итог... Драка получилась вот такой, как она получилась. Да, полный провал. Ну и сейчас Минески надо начинать считать, сейчас уже не Оранжем надо начинать считать, потому что Оранжи переламывают ход игры уже в ноль по деньгам, в ноль по экспе, и они становятся все сильнее и сильнее. И напомним, 43 минуты длилась игра Минески-Мидтраст, и учитывая, что у Мидтраст рейтинг минус 5, то есть от 43 отнимаем 5, и получаем, что надо за 38 минут хотя бы продержаться. То есть на 39-й минуте уже будут Минески знать, что у них уже лучше, чем минус 5, и что они уже не покинут турнир. Не, на самом деле с тем преимуществом, которые в принципе отдали Оранжи Минески в самом начале, то они скорее всего и продержатся эти 38 минут. То есть если они сейчас просто зажмутся на базе, они 100% выжмут там минут 40, потому что в тактике пуша нельзя отдавать так много возможностей и так много преимуществ команде противника. Если давишь, то дави с самого начала и до конца, не отпускай никогда. Тут пришлось выбираться из не очень хорошей ситуации, ну из которой выбрали все-таки Оранж пока. Ну вот если они дальше начнут ошибаться, то в принципе такой, Банша практически собрала себе Блатстон, Кентавер, ультует, будет ли прыжок на Разора, на Разора прыгают, Разор ветра. Отличная игра просто. Тайминг просто четкий. Прямо и распрыгался Джаггернаут, прячет ШД, хорошо. Тут же ультимейт, если убьют Разора, будет очень тяжело. Разор пытается убежать, Вайпер ультует Винтера. Стрела залетает в шарки! А в кого же еще? Дерево ультануло. Убили одного ШД у Демона. Разор жив. С хайграунда расстреливает Вайпер и Патма. Тут четко отыграли Минески. Потеряли только одного ШД, просто пережили ульт Банши. И вот крипы далековато, Банша заходит на ХГ. Ну как пережили ульт Банши, он еще чуть-чуть побьет немножечко Тауэр. Сейчас упадет. Ну и кстати, вот с вардами можно Т3 довольно серьезно так попрессовать. Смотри какой тут зоопарк. И Джиггернаут его лепит довольно серьезно. Вот он, Старшторм. Вайпер плюнул, ну и пол Т3 тавера упала. Я могу сказать... Тут раскручивается Джиггернаут. Сейчас... Ага, понятно. Все понятно сейчас было. О! Тихо-тихо-тихо-тихо! Да-да-да. Браво. То есть на самом... Просто слоу-клэп! Это... На самом деле я тоже этот момент, честно говоря, с точки зрения механики Доты не знал, но оказывается, когда возвращает Чен на базу Джиггернаута, и Джиггернаут начинает раскручиваться, то с него снимается этот спелл. Ну, видимо, сейчас Джиггернаут тоже только-только это узнал. Да, ну... Учимся вместе с Джиггернаутом. С Джиггернаутом, да. Все нормально. Да. Веселейший получился момент, скажу я вам. Для команды Минески в первую очередь. Да, кстати, заметь, с кем никнеймом играет БТС Готс. Он просто ливнул после этого момента, сказал, все. Все, я не могу эту хрень смотреть вообще. Пиной Дота, до свидания. Не, ну Пиной Дота наоборот норма, это ж... Филиппин. Ну, Пиной это ж филиппинцы, Минески. У Минески все хорошо. Или плохо, тут неясно. Слушай, там Банша вообще, не это, не парится. Да, Банша без комплексов. Ну, тут Тауэр почти выхилился уже. Т2 забрали Минески. И Оранжи продолжает. Оранжи слишком спешат. О, у них еще целых 10 минут запаса. Даже Оранжи больше запаса. Голкипер у нас опять Банша. А, на этот раз ест... Ну, поймала Банша, да. Ну, шарки просто не было. Нет, ловят абсолютно всем двором сейчас ребята из Оранжи стрелы. Просто они говорят так. И я отдаю себе установку, говорит Винтер. Если кто-то пропускает стрелу, после эквал дисбанк. Кикаем так. Так, стрела. На этот раз в крипа. Но там Чен был рядом. Он очень хотел эту стрелу. Мы видим. Так, ну вот Банша сейчас погибнет. Поднимает себя в ветра. Едва живая. Надо выхилять. Вот он Пайп. Ну, и мы видим, что какой-то пуш такой себе, если честно. Да что, очень неплохой Барк. Китауэр. Проблема у Розора. Спрятали его. Розор выживает. Здесь Сайлес полетел. Розора продолжает бить. Розор. Минус Розор. Будет ли байбэк. Да, вот он байбэк. Стрела опять-таки неточная. Дерево ультует. Раскручивается у нас Джиггернаут. Живы по-прежнему все ребята из Оранж. Ну и неужели ни один Барака не несут? Шарки остался здесь один. Шарки, понятное дело, будет наказан. ТПА делает Шарки. Не получилось. Минус два. Ну и вот Чен. ТПшит Баншу. Сам Форстаф. И хорошо тут сыграл товарищ. На Ачене, товарищ. Далитиус. Да, только у него маны нет. Вот сейчас мана появилась. Куда стрела полетела? Господи Иисусе. Что это сейчас было? Подожди, Иисус сейчас сидит параллельно игру, смотрит и не понимает вообще что. Он не понимает, какой ему надо таймрейтинг. Ему надо, чтобы выиграли сейчас Минески и все закончилось. Он закрыл глаза просто этот Иисус и расслабился уже. Да, он уже напотел достаточно. От него уже ничего не зависит абсолютно. Все, что от него зависело, он уже сделал. Или не сделал. Так, ну что ж, по графикам интересная ситуация. Опять попытался вверх вскакнуть у нас график в пользу команды. Минески, но такой себе скачок уже еле заметен. На самом деле, Рошан появился, можно Рошан забрать и было бы неплохо. Это как для одной, так и для другой команды. Вопрос, кто среагирует быстрее и будет ли другая команда подлавливать своих соперников там или нет. Ну вот Эггис, конечно, нам нужен Оранжи, я думаю, у них один план. Это вот, вот он план, вот так вот просто и все. Ну вот да, сейчас они это активно показывают. Просто идут вперед и умираем. Да, пофиг, пошли еще. Ну ничего страшного, бараки донесем. Преимущество соперникам даем в голде и экспе, когда умираем. Э, пофиг, пошли дальше пробовать. С первого раза не получилось, с третьего это точно получится. За то, что отсутствие мида тут, ну ничего не гарантирует абсолютно. Ну вот сейчас Глифа нет, да, и скорее всего бараки тут таки могут снести. Отмадала инвиз, Разор в БКБ, врывается Разор в БКБ и дерево, ультимейт. Хороший ультимейт, и Баншу пытается покусить всем селом. Банша ветра. Так, и добрый, Баник, как хорошо въехал. Дерево тоже можно убивать, ворды. Атрасты, Баншу убили, Банши нету. Дерево уходит отсюда, Джиггернаут. Ультанул, да, отбились. Убили троих. Ну и, наверное, это свидание Оранж. Наверное, до свидания Оранж. А как эти ворды пытаются сделать что-то полезное, а потом замечают, что тут же тренд. И такие, что ж такое-то, а? Да, на самом деле, второй постулат Каспера, когда не хочешь, чтобы ты не мог сносить барак и бань Трента. Да. Так что все нормально. И у нас за то, что увидели бойню, получают товарищ Хукан, в первую очередь. Хукан, да. Рокет и Годкинд оф Спейтс, Джамика. Чудесный аниктарин. Да, и сейчас меня просто забирают Рошана без какой-либо драки. Они его заберут и подождут, наверное, еще раз. А да, они могут спокойно отойти сейчас на базу, постоять. У них есть преимущество. А ребятам из Оранж надо заканчивать в течение 8 минут. И поэтому можно подождать еще. Да, ну то есть, как бы, мы уже говорили, что после 39 минуты Минески гарантированно выходит в флей-офф. Я уверен, что сейчас произойдет где-то в течение нескольких минут, вот сейчас идет Смоуганг, попытка найти кого-то. Может быть, найдут, нет, Шадоу Демона вряд ли найдут. Так вот, сейчас будет попытка Смоуганга найти кого-то. Заход очередной в мид. И если сейчас не получится, то... Буду ДК. Да. Думаю, Оранжи сами это понимают. Вопрос напишут ли, или будут тянуть, типа, ну блин, мы же можем. Вот это вот стандартное, когда уже на самом деле не можешь, но все еще пытаешься. Да, last chance, last chance вот это вот. Ну и вот что, опять на бараке, опять на бараке. Ну, в прошлый раз мы видим, на них просто выбежал Разор в лоб. Нет, нет, не решились. Хотят отпушить все три линии, чтобы удобно было сплитпушить в случае чего. И, в принципе, все делают правильно. Ребята из Оранжи как раз подготавливают себя к вот этому last push'у. Самому важному, самому нужному. Возможно, даже банша продолжит шествия. А, нет, одна не продолжит к ней. Уже перетекают остальные тиммейты. Ну, вопрос... А, хотят просто Т2 забрать внизу. Господи, я не заметил, что еще... Ну да, он там тоже мешает, этот товарочек. Давно-давно пора было его забрать, и он до сих пор стоит. Ну, а там, я смотрю, там у Патмы уже шмоток просто невероятное количество. То же самое, что... Разор рефрешер собирает. Ну, нормально, на самом деле, наполеоновскими шагами так размышляют у нас ребята из Оранжи. Давайте сейчас Т2 заберем, чтобы потом со следующим заходом забрать три стороны. Все, в принципе, у них логично. Да, это хорошо, то, что мы с четырех попыток не смогли убить даже рейнджевой барак, это не суть важна. Ну, убьем Трента, все получится. Рейнджевой барак упадет, не будет отхиливаться. Все нормально. Может быть. Да, может быть. А, еще Айгис надо выбить. Блин. Ну, у кого выбивать? У Розора с БКБ? Да, это оно, я тебя прошу. Вообще, как нифиг делать. Это невозможно. Да, как нифиг делать. Что значит невозможно? Самая легкая игра, по-моему, сейчас в жизни для Оранжи, да, начинается. Ну, они так не думают. Ну, что, Минески, Минески себя начинает чувствовать очень комфортно на карте. Они прекрасно знают... Угалкипера Джаггернаут на топе, все понятно. Что, опять поймал? Да, да, конечно. Просто, просто Патма уже на развороте такая дает стрелу и уходит. Ну, на, лови, лови, давай. И Розор так просит. Да, Джаггернаут такой, что, мне? Спасибо. Искренне благодарен, принимаю на свой счет. Да, да, да. На самом деле, мне Сокс не очень нравится вообще как игрок. То есть, я бы, на самом деле, посмотрел бы опять на товарища Даблетюфа из Мувка. Он мне, как Керри, очень даже импонировал. Это я без шуток говорю. Когда ему взяли Омника, и он еще показал себя получше, чем вся его команда в плей-оффе. Но я так подумал, что этот парень что-то может. Даблетюф. Да, да, да. Да, я помню, я карточку на Даблетюфа искал внутри игры. Потрясающий товарищ такой. Да, согласен, действительно, просто потрясающий. Забирает у нас Регена Разор, ну и сплитит. Точнее, не сплитит, а просто отпушивают ребята из Минески все линии. Не дают пропушиться ничему. На миде Банша. Шесть зарядов Бладстоуна. Что-то ей еще летит. ТПшечка какая-нибудь. Гост Кептер и ТПшка. Все верно. ДПСа с руки действительно очень много. А внизу просто забрали Тавру. Да, в итоге Тавров убили одинаковое количество обе команды. Шесть-шесть. Ну и вот что дальше. Тридцать пятая минута игры идет. Оранж понимает, что у них, в принципе, есть возможность все равно. То есть они как бы проиграли свою игру за 49 минут. То есть оранжи, у них есть куча времени. Даже если они выиграют за 53 минуты, например, оранжи, то у них будет минус 4, а у мид все равно будет минус 5. И оранжи пройдут. Так что оранж надо еще огромное количество времени у них. Им не надо особо спешить. То есть они могут оставить мид за... Ну вообще команды могут спокойно сыграть 54 минуты. И... Или 51 минуту, чтобы быть точным. Оранж выигрывает и мидтраст едут домой. То есть... А Минески с Оранжи будет играть завтра. Так что тут... Такой вариант возможен. Который строит оба коллектива. Да, ну... Неплохая. Неплохая сейчас ситуация и все в руках действительно. Товарищи Минески. Может они действительно там где-то минуте на 40 напишут ГГ. Просто... Может они в Альтабе общаются там. Слышишь? Пацаны. Давайте, пожалуйста. Слушай, Винтер. Мэм завтра сольет. Хочешь еще побольше мэмчиков про себя? Да. Так. Хекс. В дерево. Сайленс. Стрела мимо. Шарки бежать. Шарки бежать. Ну и почти убежал. Только Патма как-то слишком больно бьет. Не находите ли вы? Ну конечный пункт назначения на самом деле Шарки выполнил. Он вернулся в таверну. Скоро будет у колодца. Пока как раз дойдут ребята из Минески под Т3 Тауэр. Действительно Шарки уже может подняться с колен. Хорошо хоть не ставил ворды. Шарки подняться с колен. Блин, ладно. Шарки просто нормальный чувачелы вообще. Вообще отлично. Если кто не знает, это тот чувак, который не попал на Интернешнл, потому что он решил покурить в самолете. Без печали. Значит, что ему просто абсолютно не все равно. Да, да. Ну и на самом деле я... Не, вообще как человек он довольно ржачный. То есть я с ним давно знаком, уже лет 5 назад. Еще первый раз на ланах виделись. То есть он такой нормальный ржачный чувачок. Без печали. На Сайс Сайса чем-то похож. Поведением и так далее. А еще как новатор он неплох, потому что не будь его, не будь переигровок. Как у нас между Маузами и ВЕ. И кто знает, возможно и не было бы сейчас у нас вот этой ситуации. Да, кстати, вайлдкардов бы не было, если бы не Шарки. Так что респект, кури почаще. Да. Все нормально. Желательно в самолетах. Если надо советы, как курить в самолете, чтобы тебя не спалили, то обращайся. Я могу рассказать. И это очень легко. Для этого нужна просто пищевая пленка. И все. Ты лайфхаки отвела? Так я тебе серьезно говорю. Знаешь, в чем суть в туалете с самолета? Ну, с туалета с самолета. Там же типа вакуум. И так далее. Так вот, берешь эту пищевую пленку, на унитаз натягиваешь вот так в самолете полностью. Пробиваешь маленькую-маленькую дырочку по центру этой пищевой пленки. Вставишь туда сигарету подкуренную. Куришь, дым остается там. Потом спускаешь, и дым весь уходит туда. Потрясающе. И в это время оказывается, что дверь не открыта. Кто-то заходит, и ты просто лицом в туалете стоишь человек. Нормально. И потом думаешь, лучше бы я просто покурил в туалете. Единственная проблема в этом, что ты должен стоять лицом туда, где кто-то недавно сидел не лицом. Есть вариант зайти сразу первым и не выходить? Да, но... После того, как сказали, можно расстегнуть ремни безопасности. И полетел туда сразу, с пачкой такой засел. Голову засунул в унитаз и пошел. Унитазный разговор у нас начинается на Старладере. Да, но тем временем 39-ая минута, и мы поздравляем Минески. Они уже точно вышли в плей-офф. Не важно, как закончится этот матч. Иосера ловит стрелу. Его бьет. Его больно бьет. Он хилится. Разор поздновато. Разор! Разор таки проиграть можно? Кентавр. Кентавр прыгнул Вайпера. Кентавр остается здесь один. Продолжает ультом там дамажить Разор. Ну и... Кстати, вы смотрите-то. Вайпер едва выжил. Разор едва выжил. Баншу убили. Ну и вот Винтера сейчас просто раскайтят. Бараки стоят по-прежнему. Два их убили Минески. Джиггернаут крутится. Получает ультимейт. Пытается улететь. Больше, больше ДПС. Ай, улетает. Фулл ДПС! Фулл ДПС, ребята! Фулл ДПС! У меня просто анимации прогружаются намного больше. Мне иногда кажется просто, что Патмас стоит в это время крипов. Бьет вместо того, чтобы бить Джиггернаут. Но в итоге оказывается все нормально. Ну что, продолжаем мы с вами смотреть историю двух бараков. И вот вы видите, что оба эти барака фуловые. Фуловые они последние минут 20. Их выхиливает дерево. И все попытки запушить команды Оранж заканчиваются. Блин, короче, Оранжи бараны. Им не надо было брать вот этот пуш. Надо было просто играть в нормальную игру. На месте Оранжи я бы сейчас поступил так же, как Готс сделал пять минут назад. На самом деле... Спроинг? Или мой бы из игры, да? Да, тут уже это можно делать, в принципе. Я с тобой согласен. Абсолютно полностью. Ну, Оранжи хотят еще показать нам, что, типа... Ну, ребят, мы можем, можем. Нам все равно, что время. Но мы хотим выиграть эту игру. И в целом, не ее могут выиграть. Учитывая, что Минески могут просто... Сейчас, если вот Разор будет повторять те же действия, что он делал вот в прошлом замесе, его как-то будут более грамотно контролить, я думаю, могут Минески и отдать эту карту. Потому что так, как он прожимает БКБ на 600 хп, потом получает еще 300 демеджа, юзает рефрешер и врубает вторую ульту, это, конечно, полный мрак. Дима бы тут уже начал... Пригорел бы. ...куражиться в этот момент. Ну, не в этот момент, в этой игре. Да, он бы тут действительно уже бы разрывал. Я думаю, он про Пуши все очень досконально знает. И после команды ДТС и Нави. Думаю, у него с Пушем хорошие отношения. И он все четко и грамотно знает, как дела обстоят. Ребята из Оранжей ждут Рошанчика. Ну, возможно, он им даст еще какую-то надежду. Опять-таки, мы не забываем, что у Оранжей, да, есть еще в запасе минут 12-13. Для того, чтобы выиграть эту игру. Ну, по деньгам они проигрывают десятку, в принципе, двадцатку. 12-13 в смысле выиграть игру и что будет? Но если Оранж выиграют до 53-й минуты, проиграли они за 49. Если выиграют за 53, у них будет рейтинг минус 4, а у Митраст минус 5. Тогда вылетят Митраст. Ну, Минески уже точно прошли. А, ну, то есть я понял. В принципе, не торопятся никуда. И еще могут не торопиться никуда ребята из Оранжей? Ну да, то есть можно сходить там, покурить в самолете еще раз. Я знаю, тут намного больше, чем 10 минут потребуется, чтобы хотя бы попасть на самолет. Товарищу Шарки. Может, у него свой там личный. Под домом прям стоит? Да, и он просто последнее время, наверное, последних там, да, два года, он учится, наверное, курить так, чтобы дыма не создавать. То есть он вообще, он... В себя просто? В себя, он курит в себя просто, да. Он создает внутри себя вакуум? Не знаю, ну как-то вот, надо же как-то учиться. Да. Ну что ж, ребята из Минески тоже готовы идти на Рошанов. Залетела стрела. Спалила наличие Рошан. Так, тут прыгают на Трента, и Трента надо быстро убить. А что дальше? А, тут еще и Разорчик подставился. Слушай, двоих-то убили, тут сразу два байбэка летят в драку, но Банша прожила ульт. И Рошан. Стрела в Кентавра, вместо того, чтобы кинуть стрелу в Ворды и попасть в нормального Кентавра. Да, вот тут Патмак, конечно, не доиграл. Вот, привык просто товарищ Джесси Вош, что, собственно, все стрелы враг сам ловит. Целиться особо не надо. Да, тут Кентавр не мог, у него был в кулдауне даггер, и он, по-моему, к сожалению, не был в состоянии. Не смог наткнуться на стрелу. Да. Очень жаль, но все равно Минески забирают Рошана, потому что потратила ульту и Банша, и Раста. Вообще ничего нету. Нету ульты также у Джиггернаута, у Кентавра. Короче, фулл рассказ потратили ребята из Оранжа. И в то время как у Минески есть абсолютно все. Есть два ульта у Розора. Сыроэгис. Да, через 10 секунд. Причем Сыроэгис у одного и того же человека. Через 10 секунд будет у него и БКБ. И можно тут уже разбираться с ребятами из Оранжа. Вот он, Розор. Вот они, два ульта от Розора. Ехала. Ну и мы видим, как Тавара не бьют. Розору плевать. Смотри, подошел сюда Джиггернаут. Просто Тавар. Ты посмотри, что происходит с Таваром вообще. Банша подбежала. Розор тупо стоит. И вот он прыгает дерево. Так, Джиггернаут погиб. Винтер сейчас тоже погибнет, скорее всего. Ульты Розора продолжают валить. Просто невероятно все вокруг. Ну и вот вам, молодые игроки. Да, заканчивается. Правда, ульта у Розора. Весь пуш-потенциал закончился. И байбекается тут же Джиггернаут. Отходят ребята из Минески. Оставляют они просто Вайпер. Ну или нет. Ой, Розор опять вгрызся. Ой, хорошо. Кентавр-то опрыгнул. Дерево почему-то бьет и не Розора. Начал наконец-то бить Розора. Тут это Аэгис. И стрела. Стрела залетает нас в Джагера. Наоборот, дальше ноль. Розора еще есть БКБ и Сыр, если что. И ульт отгулдаунится через секунду. Вот он ульт есть уже. Схавал Сыр. Так, Джаггер мертвый. Ну вот под ультом не хотят драться. А вот, кстати, Розор этот спасает его еще каким-то образом. Тут Патма, Старфолл, Минус Шарки. Ну и какой-то трэш, короче, происходит. КВН какой-то действительно. Действительно, КВН. Вот Патма. Патма и Варки. Сейчас Винтера будет кайтить. Вот так вот. Стрела. И до свидания, Винтер. Да, Винтер такое ощущение, что никогда не встречался против двух ранджевиков и одного милишника. Со словом. Да, и будучи сам милишником, и не знает, что такое раскайтить. Ну, наверное, да. Полетела очередная стрела от Патмы. Видим, не попадает она ни в кого. Кентавр байбэк. Патма с Випером настреливает. Разора долго еще не будет. Ну, а я думаю, Патмы здесь хватит, чтобы снести барак. Ну, и вот на Вайпера напали. И Вайпер-то погибает, кстати. Да, и может нацеплять еще кого-то. Нет, тут прыгает Патма. А, вот. Ну, Хекс. Давай, Шарки, брат, друг Борщ. Лови. Ой, хороший овергроуз. Еще попадает стрела прямо в баншу, но продолжения не будет. Да, 45 минут игры уже прошло. Да. Ну, и напомню вам, что после 54 минуты эта игра вообще потеряет какой-либо смысл. И неважно, как она закончится. Собственно, так же, как и матч АРУ против ЦИС, который у нас был последним и задерживал нас от переигрывок. Ну, это такое. Прям чувствую себя каким-то этим недовольным стариком, который прям... Что тебе не нравится? Нормальная, нормальная игра. Ну, игра мне нравится. Я вот даже что-то спать расхотел. Серьезно, вот очередная попытка. Я на самом деле тоже до 40 минут. Сейчас что-то обратно возвращается вот это желание. Смотри, Вайпер на байбэк развели. Винтер, Винтер, Бобо, Винтер, бежать. Так, ну и Разор мы видим. Ворды разбивает. Ворды, раз ты в этой игре принесли просто какое-то невероятное количество денег. Да, очень полезные ворды для команды Минески. Однозначно. Ну, в принципе, в прошлой игре у ребят из Мид Траст была похожая ситуация. Минески знает, как играть против вордов Расты. Они их просто формят. И получается то... Профит. Ну, у Патма уже просто колоссальные какие-то артефакты имеет в своем бэкпаке. Как и на Творс, у него топ-1 на карте. Да, у него еще и 2-300 лишних. Лишних? Лишних не бывает. Да, у нее еще два слота не полностью загрейджены. Плюс фейзы заменяются на тревела. Да, можно Сашу Яшу купить. Это факт. Да, или... Ну, Мьелнер или Манту доделать. Нет, Саша Яша. Нет, Саша Яша тоже крутой артефакт. Кстати, там минус 15... 15-процентный шанс на сколько? На 20 слоу. Видишь? Мейм это называлось. Да. А 48 минуты... Называется Мэйм или не называется? Я называю это эффект Саши. Саша Яша, да. Нет, просто эффект Саши. Эффект Саши это что-то из порнографии, если честно. Да ладно. Несмотря о какой Саше мы говорим. Ну, а той, которая в сериале Антураж играла, например. Да, хорошая Саша была. Была? А почему была? Ну, в сериале-то была. А, да, в сериале была. Да, да, согласен. Кстати, вот фильм выйдет Антураж. Я бы сходил, посмотрел. Что, серьезно? Ну, в 2015 году вы ожидаете. Фантастика. Фантастика. Буду знать. Пойду сегодня на Годзиллу вечером. Ой, ты поспать решил хорошо? Да, я мне... Вчера дома мне не спалось, я баскетбол смотрел. Сегодня пойду на Годзиллу и хоть высплюсь. Да, это... Вот, вот. Правильно, правильно. А вдруг они ее красиво нарисовали? Это помешает тебе уснуть? Да. Красивая картинка, потому что наоборот тут... Ну, так вот прям... Почувствуешь себя как дома. Побежали Т4 товара бить просто. Сейчас, ребята... А, так разменность... Ой-ой-ой-ой-ой! Как же сейчас? Как же сейчас ребятам из команды Митрасс больно? Потому что сейчас зависит их судьба. Глип все еще имеется у оранжей. Глип все еще имеется у оранжей. Так. Просто бейс-рейс у нас в решающем матче. Если сейчас как-то закончат... Дерево ультует здесь. Патма расстреливает просто трон. Патма продолжает расстреливать трон. Патму убьют всей коллекцией. Здесь ворды снесли тоже Т4. Разор улетел. Трон голый там и там. Разор в таверну улетел сначала. Да, Разор улетел в таверну. Я этого не заметил. В любом случае, здесь поймали Вайпера. Вайпера. Вайпера еще забрал шарки. Вайпер сейчас заберет еще Баншу. Но нет, у Банши есть гост. Вайпер бежит до конца. Вот он, Вайпер Страйк. И до свидания, Банша. Банша в ветра себя поднимает. Но это вряд ли ей поможет. А хотя помогает. Да ладно, Банша выживает. И Вайпера здесь раскатит. Вайпера добили. 49-ая минута. Ё-моё, что творят эти команды. На самом деле, тут был очень важный момент, когда Разор бил трон. Тпшнулся туда Джиггернаут. И еще рядом стояла такая Патма. Еще кто-то стоял, по-моему, Трент. И такой прыгает Джиггернаут на Разора с ульты. И Разор говорит, что, брат, нужно, чтобы я умер? Давай. И отходит подальше от своих тиммейтов с каждым прыжком Джиггернаута. И в итоге действительно отправился он в таверну. И, по-моему, это решило... Все, два ульта было у Разора. У Оранжей осталось 3 минуты. Максимум. 3 минуты для того, чтобы выиграть эту игру. Но у них есть ульты. Так что все хорошо. А там нет глифа. Голый трон будет вот после того, когда бьют Т4. О, она хилится, хилится там Тауэр прям. Там Патма забегает тоже. Патма не даст убить. Патма убить не даст. Патма бьет бараки. Плевать на эти бараки, наверное. Патма, патма в крыску. У Кентавра есть ли травела? Нет, травелов у него нет. К сожалению, денег тоже нет. У Джиггернаута тоже нет. И даже ТП у Джиггернаута нет. Байбека тоже нет. Это самая быстрая ТП домой. Это байбек. Зацепить ребята из Минески хоть кого-то. Ну, у Оранжей действительно сейчас вот last chance. Просто last chance. Что-то придумали. Сейчас для них был очень счастливый момент. И если бы они сейчас все-таки донесли, это было бы круто. Кентавр. Кентавр, 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 Кентавр. Бежать. Видят саппорта. Там Годлайк сделала Патматим ремнем. В спину забежала и убила Чена. Да, опять стрела хорошо залетела в лицо. Разор. Тут мы видим, где Разор. Вот он, Разор. Воды зачем-то поставили на Бараки. Барак, кстати, добили. Дерево ультимейт. Джиггернаут распрыгался. Все, ульт закончился. Патме абсолютно плевать. Он закончился, потому что в инвиз просто ушла Патма. И два раза прыгнул всего лишь Джиггернаут. Что это такое? Вот команды Оранжей. У них нет что-либо бижена обычного против Патмы. Я не понимаю. И тут умрет сейчас у нас... Да, умерла у нас Краба. Ну, она 30 секунд будет в таверне. Так что это небольшая трагедия. Но... Но большая трагедия в том, что 52-я минута у нас пошла. И любители математики могут сами посчитать все. В Доте... В Дота ТВ вы знаете все тайминги. Вы можете посмотреть их. И вы можете все прекрасно все посчитать. Да, и идут ребята из Минески просто сейчас в трон. Разор уже подбегает. Ему тоже не особо есть дело. Только почему-то они решают все же забрать вторую сторону. Но я не понимаю вот этого бейзрейса, после неудачи которого решают забирать стороны абсолютно. Уже бей-беги, бей трон, глифа нет. 3000 хп. Два ульта есть у Разора. Два. Ой-ой-ой, там в спину. Лол, Винтер, что ты здесь делаешь? Отправляется на Интернешнл, Винтер. Какой момент. Ха-ха-ха. Нет, Винтер Вальтаби сейчас пишет имейл. Годсобака.бьянзесаммит.ком Хей, Дэвид, я хочу работать в BTS-гейме. И ему отвечает Пурджик. Хей, здесь место мне. Ха-ха. Да, кстати. Есть же Пурджи, который тоже хочет. Ну что, расстреливать здесь под маму. Идем, чем пытается жить. Разор. Гуд гейм. Гуд плейт. Оранж улетает. Минески и Митраст будут завтра повторять свои сегодняшние матчи. И вот такой вот у нас был матч. 52 минуты, 50 секунд. Минески выигрывает игру с счетом 35-23. Веселый очень был день. Веселый очень был матч последний. Ну и что, второй день азиатских квалификаций подошел к концу. Шестой день в целом. Да, шестой из шестнадцати. Мы уже близки к половине. Неплохо, да. И я думаю, Европа вообще как за один день промчится для нас. Но про нее позже опять. Да, про нее мы поговорим немножечко попозже. Ну, что вообще можно сказать. Завтра можно сказать только расписание. Потому что, ну вот, 6 часов уже вечера в Киеве. То есть почти 12 часов эфира идет уже у нас. Ребятки, завтра в 6 утра по центральноевропейскому времени. Или в 7 сет. Вот эти результаты переигрывок у нас за спиной. Завтра в 6 сет, в 7 по Киеву, в 8 по Москве, в воскресенье. Никуда не уходите. Смотрите обязательно трансляции. Мы начинаем с матча MVP Phoenix против Arrow Gaming. Best of 3 это финал винаров. А после этого в 10.30. Цет в 11.30 по Киеву, в 12.30 по Москве. Мы посмотрим с вами Best of 3 матч в первом раунде лозеров. Между Orange и... Ой. Между какими? Между Минески и Мидтраст. Между Минески и Мидтраст, конечно же. А как же еще? Это был второй день азиатской квалификации от нашего СНГ Хаба. Сегодня для вас комментировали Faker, Vilaat, Kasper, Godhunt, Adequat, Light of Heaven, Versuta. За пультом работали Саша и Рома, которые тоже очень сильно замучились. За что им огромное спасибо. Спасибо, что вы нас сегодня смотрели на всех четырех стримах. Конечно же, до вечера на этом нашем первом стриме. И для вас еще маленький сюрприз. Для всех любителей Доты, сегодня вечером в 20 сет, в 21.00 по Киеву, на нашем первом канале, на том канале, на котором вы заходитесь сейчас, состоится трансляция финала Винеров от Боровна The Summit. Сыграет между собой Fnatic и TeamDog в Best of 3 формате. Эту игру будет комментировать для вас адекват. Еще раз напоминаю, 20 сет сегодня и завтра 6 утра по центральноевропейскому времени. Дота на Старладере вообще никогда не заканчивается. И вы никогда не спите. Это правильно. Ну, мы-то точно, и вы с нами не спите. Так как-то из чистой солидарности, да. Пока! Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Дота 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Дота на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV